Приветствую вас. Для начала нужно ответить на вопрос, что делать, чтобы что. Потому что из вашего текста непонятно, что именно вы хотите. То есть есть противоречие, что мужчина говорит, что любит вас, но вы не можете его отпустить. Вы не можете его отпустить, потому что у вас есть какие-то желания. Либо вы боитесь остаться одна, либо вы нуждаетесь в любви, либо он вам что-то даёт, что вы не можете получить сами. То есть вот какие-то проблемы, которые не позволяют вам его отпустить. То есть вам нужно сместить акцент с него на себя. Поскольку у вас есть элемент созависимости, то есть вы не можете его отпустить, вы зависимы от него. Это всегда заниженная самооценка. Вот с корректировки её, с корректировки своей самооценки, я думаю стоит начинать. Тогда и мужчина будет вас больше ценить, если он действительно вас любит. Ну или вы, если он вас просто использует, то и вы сможете найти себе другого мужчину, который будет, ну, более серьёзен по отношению к вам. Это первое. Второе. Если вы говорите, что вы были замужем три года, у вас есть сын, сейчас ему четыре с половиной, и, соответственно, вы развелись, то нужно определить причину развода, почему вы развелись. То есть, очевидно, что какие-то вещи вы делали неправильно, если развелись. И, соответственно, нужно анализировать. Нужно анализировать, смотреть, что именно вы делали неправильно, как, и чтобы сделать выводы, чтобы не повторять ошибок больше. А то, если не анализировать, то ошибки снова будут, ну, вот, такие, какие вы делали. Дальше. Дальше. Вы пишите. Два года не могла, не было отношений. Вот. Не могла никому верить. Ну, опять же. Это страх. Да? То есть, у вас явные проблемы с личными границами есть. То есть, история какая, история какая. Есть вы, и вы как-то выстраиваете отношения с людьми. Ну, просто как-то. И выстраивать отношения с людьми вы можете только либо полностью у человека растворяясь, либо полностью от него дистанцируясь. Вот. Ну, как это видится мне, по крайней мере. То есть, по сути, личных границ у вас нет. Поэтому это второе. С чем бы я рекомендовал бы вам поработать? С личными границами. Вот. Потому что момент это важный, и игнорировать его нельзя. В любом случае. Вот. То есть, на чем основано ваше, на чем основано ваше недоверие к людям? Например. Да. На чем оно виждется, так сказать. Это вот второй момент, значит. на который я рекомендую обратить внимание. на чем основано. Дальше. Идем. Вы пишите, что познакомились с молодым человеком. с молодым человеком. Он тоже был в разводе. Полгода. Начали общаться, встречаться. с молодым человеком. Все было хорошо. Я так понимаю. Вы пишите, что сейчас отношения изменились, и он стал реже оставаться у меня. Это они стали ухудшаться отношения. Вот. Но не перед из чего они стали ухудшаться. По какой причине, что это послужило стрингером, вторым механизмом этого, с того, что отношения изменились. Почему отношения изменились только с вашей стороны, грубо говоря. То есть, как будто от вас, знаете, ничего не зависит. Но с его стороны отношения изменились. Ладно. А с вашей стороны? С вашей стороны изменились отношения? Или в отношениях участвует только он один? Вы-то сами какую ответственность несете? Понимаете? Какой момент? Вот. Мне кажется, что это как минимум важно. Важно. Какую роль вы отводите себе в отношениях. Какую роль вы отводите себе в отношениях. Вот. Мне кажется, что это важно. Для того, для того, чтобы понять, что в отношениях ответственный не только другой человек, но и вы тоже. И что вы сами можете, вы сами вправе, выстраивать отношения так, как вам, ну, как вам нужно. Понимаете? А не другому кому-то. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам этот момент пояснить. То есть, с одной стороны, почему вы выбрали разведенного, да? Знаете ли вы, из-за чего он разведен? То есть, какие у него проблемы? Вот. Что вас связывает? Что общего между вами? Вот. Это тоже важно. Очень важно. Для так понимания картины. Вот. Потому что, еще раз повторяю, да? Если между вами нет достаточно общего, если вы, например, ну, грубо говоря, столько вот принимаете друг друга, как представителя гендерных гендер определенного, да? То действительно отношений нет будущего. А если вы, вы понимаете друг друга, как личные личности, себя для начала. Для начала себя. Если вы себя, вот, воспринимаете, как личность, то, соответственно, и другой человек, тоже будет вас воспринимать, ну, вот, так же, как и личность. Вот. Для этого нужно, чтобы у вас были интересы какие-то, для этого нужно, чтобы у вас были взгляды какие-то, для этого нужно, чтобы вы хотели чего-то. Вот. А если вы этого не делаете, то, ну, соответственно, ситуация будет становиться негативно-негативно. Вот. Дальше. Идем. Так. Ну, мужчина стал меньше вас ценить. То есть, нужно обратить внимание на себя, да? Больше заботиться о себе, ценить себя и так далее. Жить вместе не хочет. Семьи тоже. А чего хотите вы? Собственно говоря. Почему вы говорите про него только? Говорит, что не готов. Далее, в скобочках вы пишете, как-то оговорился, что больше не собирается жениться и дети ему не нужны, у него есть дочь. Я понимаю, что этих отношений нет будущего, но не могу его отпустить. Не могу. Вы можете его отпустить легко. А, требуемо понять, как вы к нему относитесь, это первое. Как вы к нему относитесь. Чего вы для него хотите. Это первый момент. Важный момент. Второе. Это то, что вы теряете, если он уйдет. Что конкретно вы теряете для себя? Третье. Как много вы делаете вещи для себя? Как много вы цените себя? Как сильно вы цените себя? Как часто вы заботитесь о себе? Вот. Здесь вот тоже нужно эти моменты подумать. Потому что меня интересует то, не замещаете ли вы этим мужчиной то, чего хотите вы сами. Для себя вообще. Вот. Меня интересует очень этот момент. Ну, на самом деле. Вот. Потому что, как правило, все созависимости, они все именно, вот, на том, про то, что человек сам себя не ценит, и у него заниженная самооценка. По сути дела. Вот. Вот, соответственно, с этого вам и нужно начинать. Да. То есть, с того вот, что, например, мужчина хочет остаться один, да, а не хочет быть с вами. Ну и хорошо. Что я могу сделать для себя? Что я могу поделать для себя? Вот. И все. И все. Хочет остаться, да, пускай, на здоровье. Ему же хуже. А почему другого человека вы не можете, ну, другими мужчинами не можете встречаться? Вот. Вот. Как вы говорите, что не можете верить, так, а этому человеку вы можете верить? Правильно. А мне кажется, что нет. Мне кажется, что не можете верить. А разве нет? Ну, так вот. Об этом и стоит подумать, что же. А что делать так, чтобы не скатывать, как сделать так, чтобы не скатывать в веру, в тотальную, и в неверу, в неверу, в тотальную, что же. Вот как сделать так? Понимаете? Я думаю, что это вполне спасибо вам, чтобы не верить в людей, да, грубо говоря, а верить в себя, в себе, в своей интуиции. Понимаете? Ну вот. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что у вас есть так называемый сценарий без чувств. То есть, когда человек подавляет свои чувства. Вот. Когда человек просто подавляет свои чувства и, в общем, живет только вот изнародностью, да, и через желание кого-то поменять. Ну, кого-то другого поменять, например. Вот. Мне кажется, что этот сценарий нужно исправлять, да, поскольку, скорее всего, он идет из детства. Вот. Вот. Что, я думаю, что именно там и стоит искать проблемы. Именно там и стоит искать причины вашего состояния, ну, вот, текущего на данный момент. И, соответственно, с этим работать. Так что, определяйтесь с запросом, чего вы хотите конкретно, что вы хотите поменять в себе. Вот. Выбирайте себе психолога на нашем сайте и работайте. Кстати, работайте. Вам это необходимо. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.